Я напомню, мы вообще-то модернизацией занимаемся. Да я отлично помню, я даже давал поручения правительству, я только ответа не увидел. Честно говоря, отчёты эти надоели просто смертельно. Значит, вот что, поручаю и вам, Александр Меч, и вам, Алексей Леонидович, рассмотреть этот вопрос и решить, если вы хотите, чтобы наша страна имела будущее. Это те затраты, на которых нельзя экономить. Хотел бы обратить на это внимание правительство Российской Федерации. Всех, кто отвечает за финансирование. Вице-премьер Жуков в своём докладе эту тему затронул вскользь, но Медведев тут же потребовал подробностей. Весьма существенное внимание будет уделено хорошо зарекомендовавшему себя методу ЭКО. Что значит будет уделено внимание? Деньги-то будут на него? Обязательно будут выделены средства, и мы вчера с Минфином этот вопрос отдельно обсуждали, было обещано. Рождаемость в России за последние годы выросла на 21%, а смертность сократилась на 12%, и это произошло впервые за всю новейшую историю страны. Таковы промежуточные итоги национальных проектов, которые продолжаются в России вот уже 5 лет. Важная новость для тех, кто в рамках нацпроектов получает материнский капитал. Президент подписал закон о новой возможности использовать эти деньги. На жильё молодым учёным выделено более 2 миллиардов рублей, и это будет прорыв. Мы построим для специалистов несколько общежитий гостиничного типа, рассказал глава Академии наук. Медведев посчитал такой прорыв сомнительным и поинтересовался, сколько денег необходимо для возведения нормальных квартир. На это надо 9 миллиардов рублей. К сожалению, пока эти деньги не предусмотрены. Нам сколько нужно учёных обеспечить жильём, чтобы они не разъехались в разные страны? Я напомню, мы вообще-то модернизацией занимаемся. Мир Анатольевич, тогда, когда обсуждали эту проблему с вами, речь шла о 5 тысячах квартир. И вы как бы это поддержали? Да я отлично помню. Я даже давал поручение правительству. Я только ответа не увидел. Значит, вот что. Поручаю и вам, Александр Меч, и вам, Алексей Леонидович, рассмотреть этот вопрос и решить. Это не менее важно, чем жильё для военнослужащих, если вы хотите, чтобы наша страна имела будущее. В дальнейшем национальные проекты должны работать, учитывая главную задачу страны. Модернизацию, дал понять Медведев. И это касается всех учреждений без исключения. Что такое энергоэффективность в школе? Это не просто галочки какие-то в отчётности. Мы должны понимать, что снижение, скажем, энергопотребления в школе на 30% Это дополнительные деньги, которые можно направить на решение школьных задач, на приобретение учебников, пособий, программ, оборудования. Вот только в этом случае энергоэффективность для учителей и директоров будет понятна. А иначе это бессмысленный поток слов. Министры, конечно, поспешили доложить о том, что уже сделано. Но в какой-то момент вынуждены были прерваться. Честно говоря, отчёты эти надоели просто смертельно. Коллеги, в будущем мы так совет проводить уже не должны. Но одно и то же все рассказывают. Планы, конечно, хорошие. Надо о проблемах говорить. О многих так называемых успехах Медведев, как он сказал, слышал ещё лет пять назад. И с тех пор их так и продолжают преподносить, будто это достижение последнего времени. Но перестроиться моментально сложно. За четыре года в агропромышленный комплекс у нас поставлено 70 тысяч тракторов, 35 тысяч комбайнов. Елена Борисовна, я вас прошу. Хорошо, я... Без позитива. Мы знаем об этом позитиве. Я об этом сказал, Жуков сказал. Ну, мы знаем об этом. Молодцы, что все работали. Так что теперь министрам придётся готовиться к подобным заседаниям так, как они явно не привыкли. Мы здесь встречаемся для того, чтобы обсуждать конкретные вопросы. А не для того, чтобы мне рассказали ещё раз об итогах нацпроектов. Или мы поговорили о политической ситуации в стране. Для этого есть другие форматы, в которых принимают участие руководители фракций. Где можно говорить всё, что угодно. Говорить о нашей политической системе. Обсуждать политическую ситуацию. Говорить о политических преследованиях, если таковые есть. О плохих поведениях со стороны губернаторов. О роли оппозиции. Это нормально. Но это другой формат. Поэтому, я думаю, мы будем иначе проводить заседание Большого Совета по национальным проектам и демографическому развитию. Так же, как и ряд других мероприятий. Я думаю, пора отказаться от золота. Это всё, конечно, красиво. Но мы будем встречаться в других местах. Я надеюсь, что это будут практические совещания с двумя-тремя рабочими докладами по 5-7 минут. И с последующей работой в закрытом формате. Хотел бы, чтобы все для себя это взвесили. Состав Совета по национальным проектам и его президиума я уточню отдельно. Как будет работать новый формат, станет понятно уже совсем скоро. Совещание у президента проходит регулярно. Павел Зарубин, Юлия Воробьёва, Юлия Щедрова и Мария Самсонова. Вести.